За опошление 20-х годов самым несприяльным в плане несчастных выпадков на водоёмах Гомичина был 1099-й. Тогда в области потанули 297 человек, 42 заких дети. Статистика этого года – 15 дорослых и трое неполнолетних. Хотя пораунулась лишь бы не совсем корректно, потому что один загинувший уже трагедия. Причим часто она сдарается по вине дорослых. В якости прикладу выпадок, который отбывался 1 мая этого года, у Мазарин. Ребёнок 6-летний находился на домашнем подворье, где взрослые занимались работами. И в какой-то момент ребёнок отлучился, выпал из поля зрения взрослых, оступился и упал в данный небольшой водоём, который находился на домашнем подворье. Но когда его уже нашли и пытались оказать помощь, то уже, к сожалению, было это делать поздно. Плавание детей повинно проходить под постоянным контролем батьков, наставников, инструкторов и тренеров. Группами не больше 15 человек в специально отведенных местах, які узгоднены с органами санитарного нагляда и осводом. Нескладанное правило вядомо усима, але далёко не усиме выконывается. Неопошную чергу по этой причине с початком купального сезона на Гомишине каждый тыдень проводится кля 50 рейдов за делом воротовальников, супрацовников милиции и представников системы эдукации. А про чатоку областной организации «Асвод» распрацовали и надруковали некольких вариантов памяток загульным заглядком «Батьки, не покидайте детей, кля воды без догляду». Тут самая необходная информация, о яке часы липш купаться, як оказывать першую допомогу и яке правила поводзены на воде, обовязковые для выконания. Почас рейдов памятки раздают отпочивающим. У тымлику и по замежам офицейных пляжов только у Гомили таких местов забороненных для купания, кля 30. Самое беспечное место для купания офицейные пляжи, сегодня их на Гомичине 43. Тут и дно водоема водолазами обследовано и допомога побочь. Причем, когда одни воротовальники контролируют ситуацию с допомогой бинокля, иншая постоянно находится на воде. Сирот наибольших действенных мер профилактики, со встречи специалистов с детьми у школах и санаториях, плюс наглядная агитация. Да, процессу купания у открытых водоемах необходимо у вогуля подоходить с певной долей осторожности. У местах находения водоплавающих тушек, например, можно захворить на циркариоз. Неченки циркари, яке живусь на птушках, тропляюся подскору человека, як выник высыпки на теле и максимуме повышение температуры. А прочатаго, в этом месяце эпидемиологи доследовали кля 400 проб воды, и в 85 выпадках она не повидала покажчикам без пеки. У выникучего зараз купания детей не рекомендовано на 9 пляжах Гомской области. Выносится ограничительное мероприятие по купанию детей из-за превышения в пробах воды индикаторного показателя эшерихиаколи, то есть это кишечная палочка. Ее количество превышает, поэтому не рекомендуется купаться детям при повышенных содержаниях. Это может привести к развитию каких-нибудь кишечных заболеваний. Аликсин Чироу, Ёген Макеенко, Телерадио Компания, Гоми.